Девушки отдыхают Но помимо очаровательной моей соведущей В этой студии присутствует еще одна очаровательная девушка Спортсменка, комсомолка Не пьет, не курит А красавица? Где же красавица? Отлично, хорошо, мне нравится Нравится настрой Лены Третьяковой, друзья Вот она сказала Слово свое въездка Вошла в эфир, клево, привет тебе Ура-ура, привет Я стандартный вопрос всегда задаю Всем нашим пришедшим гостям Как тебе погодка вообще? Замечательно просто, солнышко светит прямо прекрасно Я сегодня думала прямо одеть маечку Выглянула, а там снеговиков зовут Хотела одеть маечку, надела маечку на шубу Вчера я поздно вернулась домой Удивилась, что опять пошел снег Поэтому печально Хочу уже солнышко, хочу шорты, майки Открыть окна в машине Включить громко музыку, одеть очки Вот это тоже моя мечта Да, высунуться в люк и кричать Не знаю, что-нибудь очень такое заводное и бодренькое Кричать Ну что ж, друзья, огласим контакты прямого эфира Радио 13, дабы вы смогли нам дописаться, дозвониться Ну и, конечно же, задать вопрос сегодня нашей очаровательной гости Елене Третьяковой А может, по традиции начнем с гостя? Ну, вообще, по традиции, можем сделать исключение Мы обычно с гостя начинаем чуть позже Ну, давай исключение сделаем Сделаем исключение Итак, Лен, ты видишь перед собой оранжевую штучечку такую, значит, да? Стоечку на столе Вот, видишь, видишь, да, перед собой На ней контакты прямого эфира Можешь взять ее в руку и зачитать контакты прямого эфира Радио 13.ру Так, вы даже читаете, я думаю, да? Да, 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 да Это контакты прямого эфира Радио 13 Телефон в Москве 926-313-0013 И телефон в Санкт-Петербурге 812-309-0589 СМС-портал номер 4345 В начале сообщения нужно написать Радио 13 Русскими или английскими буквами слитно Стоимость сообщения в районе 5 рублей 5 Там просто ТИ не подписали, поэтому Не для эфира, да, понятно? Да, не для эфира, это не для эфира ICQ 413-1375 Скайп и сайт радио13.ру Видеочат нашего сайта или на сайте ЯТВ.ру Слэш А, слэш Радио 13 Ну и твиттер.ком, друзья Слэш Радио 13, нижнее подчеркивание Вот как выручил Ну ничего, просто мы сразу так вот, знаешь, без подготовки Попросили Лену тут что-то объявить вообще непонятное Первый раз верить эти цифры Вот Но это еще не все сюрпризы для тебя на сегодня Да? Да Правда? Я просто только одну фишку заготовливался Так, ну что ж, давайте послушаем музыкальную какую-нибудь композицию Так сказать, откроем официально наш эфир Но потом перейдем уже к вопросикам И будем фотографироваться, позировать Я не знаю Ну что, Людочек, по традиции По традиции Группа Бандерас, эти сумасшедшие ночи, друзья Нас ждет сумасшедший вечер Поехали Да, друзья, вы действительно не ослышались То есть, радио 13 в гостях Лены Третьякова Ну, ведут сегодня эфир такие скромные, маленькие людишки Как Антон Бурнышев, Мила Мишина Вот Так, так, так Ну все То есть комп уже начинает виснуть от того, что приходит большое количество сообщений тебе, Лен Да, особенно, знаешь, как мне понравилось Лена, привет тебе из Тула Приезжай, пряники стынутся Ждем привета тебя Обязательно, обязательно, когда-нибудь Когда-нибудь На пряники Друзья, не знаю Термос, что ли, возьмите, чтобы пряники не остыли Ну, у нас, кстати, есть звоночек Звоночек? Да Ну, давай попробуем вывести дозвонившегося или дозвонившуюся в эфир Алло, здравствуйте вам Алло Алло, здравствуйте, меня зовут Антон Мне хотелось бы задать вопрос Лене Видимо, звонок сегодня не будет Да, видимо, звоночек у нас куда-то сорвался Да, ну, в общем, Полина Москов Пишет нам вот в ICQ, ой, в ICQ, говорю, в скайпе Ради13.ру Леночка, тебе большой привет от московского ОФК Помни, мы тебя любим Ой, огромный тоже привет московскому ОФК Я тоже очень люблю Всех, вообще, всех поклонников А ты знаешь, сколько у тебя вообще ОФК? В каких городах? Нет Сложно представить, наверное Мне почему-то кажется, что их очень много Ну, это приятно, чтобы было их больше Радует, когда люди собираются Особенно, когда позитивные Да, да Вопрос от Игоря Скриптуна Все там же, в скайпе, радио13.ру Елена, ты замужем? Нет Игорь, у вас есть все шансы Ну, да, кстати Да, с чем черт не шутит? Да, да Может, Игорек, вот вы приедете тут Алина на вас посмотрит Подумает Да И скажет Ну, скажу, Аннуеву Аннуеву Давай, Игорь Пошла-ка я замуж Все, да, ну нафиг Так, так, так Ну, да, да Не знаю, откуда еще выловить вопросы Потому что, что не откроешь Везде, всюду вопрос Всюду вопрос, но выбери один интересный какой-нибудь Один какой-нибудь интересный, кстати Я открою себе секрет Тебе тоже до компьютера вылезают вопросики Можешь помогать мне в этом Игорь Скриптуна уже написал Елена, выходи за меня замуж Да Ну, вот так не могу, не вижу тебя Надо хоть посмотреть Игорь, с пряниками, с пряниками, пожалуйста Так, тра-та-там-там-там А вот, кстати, тебе еще большой привет и признание в любви из Бреста То же самое из Владимирского ОФК Кстати, вот мы сейчас можем примерно прикинуть Сколько у тебя официальных сообществ Это здорово Да, вот давай я вопрос от себя задам Да, вот, Лен, каково это быть кумиром вообще от молодежи? Да, то есть у вас же все равно поклонники Особенно у тебя От какого возраста примерно, знаешь? Возрастную категорию Ну, честно говоря, наверное, это от, наверное, совсем маленьких, да, детишек До взрослых людей То есть бывало такое, что взрослые люди подходили, говорили, что очень любят творчество Вот, приятно слушать песни Ну, мне приятнее, когда ко мне относятся больше как к человеку, да Потому что это не очень хорошо, когда люди с тобой общаются только лишь потому, что ты кто-то Да, поэтому поклонники, да, я очень люблю своих поклонников И если бы не было поклонников, в принципе, ничего бы тогда не было, да Ради чего все это делать и кому петь? Вообще для кого стараться, да? Поэтому, ну, я чувствую себя обычным человеком, это самое главное Это здорово Ну, вот тяжело, скажи, когда особенно Вот эта лавина славы обрушилась, когда Какие ощущения испытывала? То есть было радостно тебе? Была счастлива или говорила нафиг? Если бы я, наверное, полностью ощутила это, да И, может быть, если бы я была каким-то другим человеком, да С другим характером, с другим воспитанием, да Я бы, наверное, схватила звездную болезнь Потому что популярность действительно была большая Она резко обрушилась Но я как-то не заметила Не в том плане, что я не заметила, что много поклонников Не заметила любовь поклонников, да Саму популярность Нет, все это было, все это чувствовалось Но внутри себя я все равно оставалась Просто, Лена критиковая Классно, я вот делаю, что мне нравится Да, я пою, получаю от этого удовольствия и все Клево, клево Вот я прям действительно искренне завидую тем людям, которым просто нравится, что они делают Тебе не нравится, что ты делаешь? Нет, мне нравится, что я делаю Вот, например, футболисты, да В общем, им нравится, они играют в футбол Ну, я раньше в футбол тоже играл Ага Я тебе скажу больше Лена еще занималась кикбоксингом Да Ой-ой-ой, надо сегодня быть аккуратнее шутками Мне, кстати, занималась кикбоксингом, но не дралась в жизни никогда Тфу-тфу-тфу Да, не дай бог Я кандидат мастера спорта по скалазами Так что у меня тоже спортивное прошлое за плечом За правым заревом, не знаю Нет, здорово Еще мне тут подсказывает прямо хоккей В хоккей я играла с пацанами во дворах Я во что только не играл Я играла в хоккей, я лучшая спортсменка школы Я участвовала во всех соревнованиях Это от бомбинтона через сетку до, то есть, там, не знаю До бомбинтона под сеткой До волейбола, баскетбола и всего прочего Вот так вот Вот теперь я знаю, с кем мне поиграть в баскетбол Да, друзья, вот перед вами сидит яркий пример человека Который дружит со спортом Дружите со спортом? Да, да Потому что спорт, он и в Африке спорт, как говорится Спорт, он, не знаю, закаляет волю Не знаю, дает стимул для того, чтобы жить дальше И как-то какого-то развития Отпалкивает к развитию Извините Заговорился Заговорился вообще Сам не знал, что пытался сказать Но к чему-то, в общем-то, привел В общем, продолжает нам сыпаться огромное количество признаний в любви Отовсюду Вообще Изо всех городов, которые можно только знать И можно, которые и не знать Так, но в большинстве случаев В своем почему-то везде из УФК Только УФК Москва Все, говорит, мы тебя любим, любим, любим Вот, Лен, какие планы у тебя на будущее? Большие Все, отлично Ответ принят Так, дальше Нет, но планов действительно много На самом деле Самое Важное, наверное, найти себя в жизни Вот Для меня Лично сейчас То есть, ребят, сейчас Именно жизнь такой этап Когда ты определяешься Я не сказала бы, что сложный этап Просто Переломный момент какой-то, да Когда Ну, как-то ты Не Не в равновесии с чем-то, да То есть Вроде получается, а вроде не получается И непонятно, получится ли А еще хочется чего-то там другого Да, а еще хочется чего-то другого, да Но я ищу себя Я хочу попробовать себя везде В хорошем смысле этого слова То есть, я хочу заниматься дальше музыкой Развиваться самостоятельно, да Я хочу, может быть, где-то сниматься Потому что мне очень интересно Сниматься в сериалах, в кино То есть, для меня... То есть, актерская деятельность Да, мне это интересно Поэтому даже думала на радио, кстати Попробовать себя Ну, а почему бы нет, кстати Ну, вот первый раз контакты Привожили Но надо же было с чего-то начать В общем, наша дверь открыта Если вдруг соберешься И попробовать себя на радиостанции какой-либо То давай на нашей На радио 13 Вот, давайте что-нибудь послушаем И вернемся снова буквально через пару минут Давайте 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 Ну что ж, друзья По-прежнему Лена Третьякова у нас в гостях У Артона Бурнышева, у Милы Мишиной И мы продолжаем задавать ваши вопросы Елене А Елена продолжает, соответственно, на них отвечать Ну и прям топ-вопрос Топ-вопрос Сейчас классно прозвучит Нам очень понравился Сейчас ждите ответ вот на этот вопрос Привет Не то Подожди, дай я зачитаю Мне вот он единственный из всех Я вот его выделила Ну, давай, давай Что у меня с языком? Давай, давай Привет, Лена Очень нравится твое творчество Желаю тебе огромных успехов в твоей сольной карьере Много новых песен и преданных поклонников Вопрос по поводу группы Ранетки Читала в интернете, что типа Если не найдут замену Ани Ты тоже собираешься ходить из группы Вы группы еще играете Или у вас сейчас в основном все заняты сольной карьерой? Ой, ребят Группа Ранетки есть Она существует И я там тоже есть Анечки у нас там нет И замене Анечки мы искать Я вроде не собираемся Вот Я не ушла из Ранеток Я есть в группе Но просто я развиваюсь отдельно Ищу себя в жизни То есть, ну, как бы я взрослый человек Мне 23 года Поэтому нужно заниматься чем-то самостоятельно И даже если я буду делать сольный проект А я буду делать сольный проект Я буду делать самостоятельно Без продюсера Своими силами При помощи своих хороших Талантливых друзей Вот Поэтому Как-то так Ну и как минимум При помощи того инструмента Который лежит рядом с тобой Да В общем, в чем вопрос ты и был Лен, ты пришла с гитарой Ты что, играть будешь? Да нет, это мой друг просто Я же не замужем Это просто Я и мой друг магнитофон В данном случае гитара Да Так, так, так Ну, вот Очень много, да Очень много людей задали вопрос про спину Что со спиной? Дорогие мои Вы так переживаете За меня так приятно Все нормально, ребят Не переживайте У меня пару синячков от банок на спине Но это не страшно Мне уже легче От консервных, прости Нет, не от консервных Все в порядке Жива, здорово Это самое главное Здоровье есть А все остальное будет Да, да, да Ну, давай что-нибудь из скайпа зачитаем теперь Слушай, я вот из скайпа тебе и зачитала Что, все? У нас больше никто ничего не пишет в скайпе Друзья, я напомню Номер ICQ 413-13-75 Туда можете вопросики свои присылать А вот все остальное нам напомнит Лену А вот как-то ты Врасплохо застаешь просто Ну, и так, друзья Контакты прямого эфира радио 13 Телефон в Москве 926-313-0013 Телефон в Санкт-Петербурге 812-309-0589 СМС-портал Номер 4345 В начале сообщения нужно написать Радио 13 Русскими или английскими буквами Слитно Стоимость сообщения в районе 5 рублей Скайп и сайт Radio13.ru Видеочат нашего сайта Или на сайте ЯТВ.ру Слэш Радио 13 Да, ну и Твиттер.ком Слэш Радио 13 Нижнее подчеркивание Ру Уже лучше, да? Да, ну что ж, друзья, сейчас небольшой анонс После которого обязательно вернемся к вам Информация от партнеров В правах рекламы Клуб гусятников представляет Ты жаждешь быть популярным? У тебя уже есть своя музыкальная группа Или сольное выступление? Участвуй в конкурсе Музыкальная гонка И возможно именно ты Станешь новой звездой Каждый четверг С двадцати ноль ноль В жюри войдут известные музыканты Композиторы Режиссеры И артисты Подробности По телефону Восемь девять шесть четыре Пять шесть четыре Пять шесть восемь восемь Или на сайте Гонкамьюзик.ру При информационной поддержке Радио 13 Радио 13 Отдел развития и продвижения Пиар Собака Радио 13.ру Радио 13 Жизнь прекрасна и удивительна Ну что ж, вот как мы и обещали, друзья Не прошло, как говорится, 30 секунд А мы уже здесь И вновь готовы отвечать вместе с Леной Ну, как я-то Ну, мне, слава богу, вопросов не поступает Никаких каверзных и не каверзных Сколько тебе лет? Мне Я скажу тебе, сколько мне лет Двадцать пять будет в сентябре Старый я Четверть века уже почти, да А, кстати, да У нас дни рождения Так совпало, что у меня двадцать седьмого сентября Вот у Милочки двадцать восьмого Да Вот такие пироги Так, ну что ж Переходим вновь к вопросам Друзья, к вашим вопросам Лена, готовься морально Сейчас зачитаем что-нибудь, что нам пишут Но самый популярный вопрос Разрешите добавить у вас В мой контакт-лист Восики реально приходят Не, у меня был, ты знаешь, что Лена, добавь меня в контакте Вот это вот у меня только что было прям Ну вот, обычный, обыденный вопрос Привет, Лен, какие планы на выходные? Это как-то я не задумывался На самом деле у меня давно как-то вот нет выходных Для меня суббота-воскресенье Это не выходные дни График такой Нет такого, что там С понедельника по пятницу я работаю В субботу-воскресенье я отдыхаю Я всегда работаю А если надо будет, я всегда буду отдыхать Как пел когда-то, да, Семен Слепаков В комедии Каждую пятницу я в говно Такого нет, друзья Нет, нет, нет Лена у нас большая умница Вы сами пишите Лена, ты большая умница Ждем от тебя новых песен Какие-нибудь наброски есть? Есть Отлично Какой емкий ответ Друзья, да, есть набросочки Есть набросочки Так что ждите сюрпризов От Елены Лед А, лед Ну что ты? Что? Давай, просыпайся Я проснулась Здравствуйте А песни в исполнении Лены Третьяковой Мы сегодня услышим Друзья, давайте вот спросим Конкретно у Лены Лена, мы услышим Что-нибудь в том исполнении Да, я сегодня Что-нибудь вам сыграю На друге На подруге На подруге гитары На гитаре У меня есть вопрос До меня тут дошли слухи Что ты играешь бильярд В русский Да О Бильярд Ну правда, это любимое хобби Я очень люблю играть в русский бильярд Причем американку я не признаю вообще Вот Русский И чем сложнее, тем мне больше нравится Всегда почему-то То и спорт, да Футбол Не женский вид спорта, да И бильярд на самом деле Я в бильярдном клубе Одна-единственная девушка И Которая играет И когда происходят турниры Которые иногда проводят Да, там Я помню, было 15 человек Я одна-единственная девушка из всех Я в полуфинале проиграла В полуфинале Среди мужчин Умыла, утерла просто Носы практически А в одном турнире я заняла первое место Да Клево Я вот, я обожаю бильярд Но играю я только на любительском уровне Так, знаешь Под пивко покатать в барочке шарики Назовем этот стиль вот так Моей игры Отличный стиль Да, Лен Выглядишь супер Спасибо А на какой ты диете сидела? Скажи, давай по-другому поставим вопрос Ты сидела на диете вообще когда-нибудь в своей жизни? Нет, я не сижу на таких жестких диетах Которые там не есть после шести Или есть только на пару Что-то, да Ну, просто в последнее время стараюсь более-менее здорово питаться То есть ничего жирного Вот Ну, как-то так Никаких вредных там кока-кол Всего остального Ну и прочих химикатов Ну да Да, друзья Постишься? Я Нет Ну вот так что прям Я ем мясо иногда То есть это уже не пост Я считаю, что если поститься То нужно действительно То есть соблюдать Ни молочного Ни мясного Ничего Вот Ну, я считаю вообще, что пост На самом деле Кстати, хороший вопрос был, да А пост Я считаю, что это не только, да Соблюдение вот именно То, что касается еды Да, то есть пост Это такое какое-то свое Очищение, так сказать Да, человек очищается Тем самым, что он Хотя бы в пост Должен избавиться от чего-то Самого такого вредного Я считаю, что то, что я 3 января Бросила курить Для меня это такая радость Вот честно Потому что я действительно, то есть Курила И мне это не очень хорошо Для здоровья Поэтому я бросила И я счастлива И прям вообще Мне прям вспомнилась история С квартирника Я белой завистью просто сейчас Позавидовал С квартирника Что за история, давай Не таи Когда Лена первый раз Обманула маму Да Да Давайте подробнее Мне интересно просто Надо было квартир Я не слышал Представляешь Я очень давно курила Мне 23 года Я вот спалился Первый раз перед родителями В 17 лет Ехал из колледжа Вышел С троллейбусной остановки Прикурил сигареты Родители мимо приезжали на дачу Привет Дошел до дома Мне звонит папа И говорит Ну, что ты дома? Я говорю Дома Да, видишь, просто Тебя идешь на всю улицу Дымишь, как паровоз Я вообще Я не нашелся Что сказать Сказал просто И чё? Не, ничего Поговорим дома В общем, бабушка До сих пор Мне присылает конфетки Для того, чтобы я бросил курить Они тебе не помогают Ну, вообще Лучше бросать Да, конечно Я вообще За здоровый образ жизни Да будь проклят Тот день, когда я просто Взял сигарету в руки Вот Да Да, что такое Что же Я просто на эмоциях На эмоциях Да, я не курила Практически год И заодно закурила Вот это вот Ну, просто пипец Всё, я пошла Печально Год терпеть И потом Нет, я Дай бог Если у меня Не случится такое Что я возьму Опять сигареты в руки Вот это вот точно У нас тут Вопрос сразу приступает А почему ты бросила курить А ты курить бросала Друзья Если вы невнимательно Следите за эфиром За только что По-моему Лена Сдала себя с потрохами То есть И рассказала О наличии у него силы воли И она бросила курить И не курить Наверное, больше Я много раз пыталась бросать Но это получалось на 2-3 дня Обычно Ну да, как раз Кризисный момент Мне уже здоровье просто дало Вот 3 января Мне стало очень плохо Действительно То есть С давлением Вот И поэтому Меня что-то отбило Желание Ну вот прям действительно Если существует такое мнение Да, бытует Пока Пистух Либо же Когда тебе сигареты Уже перестанут Переносить удовольствие Значит все Да Ну, кстати Есть такой момент Да Закуриваешь так И ты понимаешь Что зря закурил Наверное Но закурил Да курить-то надо уже Вот такие иногда Штуки В моей голове Происходят Так, друзья Ну что ж Предлагаю еще Чего-нибудь заслушать Ну а потом Вновь-таки Вернуться к вам Вместе с Еленой Третьяковой Дабы полоскать ваш слух Полоскать от слова Ласка Давай Давай музычку в эфир, мила Ну ты прям так Это сейчас неожиданно сделал Ну, на Жизнь прекрасна И удивительна Радио 13 Жизнь прекрасна И удивительна Да И сегодня Прекрасна и удивительна Девушка у нас в гостях Елена Третьякова Друзья Если вы еще Если вы только что К нам подключились И только что Заглянули своим левым Или правым глазом В видеочат И увидели очаровательную Блондинку Знаете Это она Это она Елена Третьякова Ой, подожди Сейчас вопрос Вот Я надеюсь Меня потом не убьешь Ну, смотря какой Вот анекдоты Говорят, когда Слушателей Которые не мои Ну, это Одна из песен Которые знают Мои поклонники Которые я исполняла На квартирнике Это Листья желтые Большие Песни Которая Так сказать Во дворе была Когда еще тогда Во дворе мы сидели Вот Она была То есть Сочинила старый знакомый Моя одна из любимых песен Просто Всегда ее пою И радуюсь Поэтому, наверное Сейчас Давай Пойте с нами Вместе Друзья Кто не знает Учитесь Словар Ой, иногда Уважаю Ничего Живой звук Листья Желтые Большие Над головой Кружатся Мы Идем Не замечая Их Над рекой Резвятся Чайки Пролетают Самолеты Мы Идем Не замечая Их Ты Сказала То, что Любишь Без этого Не можешь Жить Жить И без Тебя Я Взглянул Все ясные Очи И сказал Ей Тихо Очень Я Тебя Никому Не Отдам Я Не могу Уснуть Без Твоего Звонка С тобой Как птица Я Летаю Ты Моя Судьба С тобой Участлив Я И Больше Ничего Не Надо Листья Желтые Большие Над Головой Кружатся Мы Идем По Парку Вдвоем Мы Всегда Ведь Будем Вместе Всегда Мы Будем Вместе Иначе Зачем Тогда Жить Я Не Могу Уснуть Без Твоего Звонка С тобой Как птица Я Летаю Ты Моя Судьба С Тобою Счастлив Я И Больше Ничего Не Надо Ты Одна Слышишь Мне Нужна Ты Моей Будешь Всегда Ты Одна Слышишь Мне Нужна Ты Моей Будешь Всегда Долгий проигрыш Ух А жарко Стало Ну что ж Это действительно Было круто Это подтверждает Я думаю Я даже разделась Давай Я думаю Никто не против А мы главное Не просили этого Это хорошо Вот Кстати Сейчас Сейчас Хотел А вот Мафаня Пишет Ленка Супер Герла Что Супер Герла Ну да Ну типа Чика Сейчас будет все нормально Ребята Все Ленка Разделай Сейчас будет все нормально Ну что ж Одни хвалебные комментарии В видеочате И не только Ой спасибо Я правда Немножко Переживала Поэтому голос Трясся Я смотрю Неуемный пыл Ваших рук Елена Жаждет еще что-то Да Исполнить Да Да Я могу еще одну песню спеть Тоже Исполняла на квартирнике Как-то нашла в интернете Эту песню Просто автор Мальчик с Одессы Андрей Окороков Вот И песня Рядом тебя нету Поехали Я помню те дни Как учился любить Учился прощать И говорить прости Тогда была ты Сейчас тебя нет И я стал изгоем Боюсь выйти на свет Но я не ревную Нет боли Ни радости Нет силы И слабости И ни тени И света И вовсе не нужно мне Знать где ты И с кем ты Я все вином заливаю И курю сигареты И я повторяю Не думай об этом Нету И рядом тебя нету Вопросы без ответа Пустота И рядом тебя нету И обручены мы были с тобой Я верил, что будем Ты моя А я твой Рука об руку Гуляли с тобой Теперь я со молчанье Возвращаюсь домой И больше сил нету Терпеть одиночество Но что мог поделать я Где взять мне ответы И вовсе не нужно мне Знать где ты И с кем ты Я все вином заливаю И курю сигареты И я повторяю Не думай об этом Нету И рядом тебя нету Вопросы без ответа Пустота И рядом тебя нету Нету И рядом тебя нету От заката до рассвета Я один в постели И рядом тебя нету Нету Ух Ух Вот действительно нету Как голос дрожит все равно Нету слов, одни эмоции Ну что ж Шикарно Что я могу сказать Вообще Вообще Излишне что-то будет говорить Потому что действительно Ну вот Классно Классно Спасибо Мне кажется Лена тебя поставила Исполнением в тупик Ну я всегда знаешь Когда очень хорошо Хорошее исполнение Когда песня мне действительно нравится Я не знаю даже что сказать Вот прям Ну вот прям хочется сидеть Так просто Спасибо И слюнку пускать Потихонечку Помаленечку Вот пишет Ленка ты растешь Молодец Супер Спасибо Вот Ленке еще воды требуют Здесь Видео Заметили Что у меня стакан закончился Сейчас будет вода Принесем водички Спасибо Ну что ж Лен Давай еще ответим на один вопросик И потом мы идем Собственно говоря На перерыв Вернемся в следующем часе Да Какой самый прикольный подарок Тебе подарили Ой Я не знаю На самом деле Вот часто спрашивают вопрос Самый необычный подарок Самый прикольный Все подарки Прикольные Не знаю Ну это Наверное Очень удивляет Да И шокирует Это какие-то большие картины Например Моя фотография вышита крестиком Ну то есть Я знаю Какая-то тяжелая работа Особенно Когда ты вышиваешь По какой-то схеме Да Когда покупаешь Вот вышивку А тут по фотографии Это же надо Как-то там Распечатать Да Вот это вот цвета Как-то пропорции Соблюсти Пропорции Да Вот это И это очень удивляет Ну и до Каких-то самодельных вещей Да До каких-то Дорогих даже подарков Ну это Прям приятно У нас как раз Аня Руднева Когда была В прошлый раз В эфире Она говорила Что вы прям чемоданами Вообще вывозили подарки С гастроли Да У меня вообще бывало Что я приезжала С одним чемоданом На гастроли А уезжала Бывала с тремя Ну а как Подарки не оставишь же Люди дарят от души Поэтому я все Всегда забирала с собой Эти картины до сих пор Там в шкафах Там внизу В ящиках Я думаю Когда будет своя квартира У меня обязательно Это будет уголок Для поклонников Будут картины Отдельная комната Как музей поля чудес Да Ну здорово Так ну Кроха Написала 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 Наверное Васьки 413-1375 У меня завтра Последний звонок А тут ваш эфир И такой огромный Заряд позитива Спасибо огромное Лена Кстати хорошо Завтра провести Последний звонок Да Много не пейте Пожалуйста Вот Ну что ж Уходим на небольшой перерыв Друзья Услышимся в новом часе Не скучайте Мы к вам обязательно вернемся Ну что ж Дорогие друзья Всем большой привет В новом часе В новом часе Где-то час В Москве 12-й И чуть позже Чуть позже Мы буквально Продолжим Общение С Еленой Третьяковой С нашей сегодняшней гостей Вот Ну а Прямо сейчас Вот прямо сейчас Наверное Наше общение И продолжится Да Извините Да Были неотложные дела Друзья Ну вот Вот так вот Все артисты Замятые люди Между прочим Правильно Да Да Заскромничала Застеснялась Нет вообще Знаете Я привыкла к тому Что жизнь Если она идет Вот когда у нас гастроли Были Да там Да Постоянно что-то Вот каждый день Что-то происходит Встаешь Куда ты идешь Что-то делаешь Снимаешь Там приезжаешь Опять там Даешь интервью Еще что-то И когда настает день Ну один день Ладно Когда ничего не делаешь Валяешься на кровати Пьешь чай И там смотришь телевизор Да А когда уже пару дней Думаешь Блин чем себя занять Поэтому прикольно Когда есть дела Я очень просто Трудолюбивый человек Козероги все такие Наверное Наверное да Кстати Лена Слушай А как ты вообще Любишь кино смотреть Смотреть Не знаю Снимать Сниматься В фильмах Ты любишь Мы знаем уже Ну я в фильмах Еще не снималась Но надеюсь Что мне удастся В жизни Сняться в каком-нибудь Полном метре И не раз Да Дай бог Снимать тоже люблю Кстати Но это не касается Конечно фильмов Я люблю Какие-нибудь Короткометражки Но до сих пор Руки не дойдут Хочу какую-нибудь Прикольную идею Короткометражки Может быть Ее снять Потому что мне это интересно Тоже для себя Ну вот вопрос Следующего характера Лена Ты собираешься Сходить на Титаник в 3D? Да Наверное да Учитывая даже Что этот фильм Смотрел не раз Но в 3D Наверное интересно Говорят что там Экран выходит там Ну короче там Какой-то В 3D Короче Режиссер Опять-таки Нашел способ Срубить бабла В очередной раз На старом фильме Но фильм-то Действительно хороший Я помню Я ходил даже Я плакала С мамой и бабушкой Мама и бабушка плакали Я смотрел спокойно Сидел Вот все вы такие Все Посыпались Обвинения Я чувствовал Что сегодня будет Дискриминация По половому признаку Но все-таки Надеялся Что не дойдет до этого Вот Ну что ж Давайте что-нибудь Послушаем И вновь вернемся К общению Ну ты меня опять Застал врасплох На самом деле Ну что ж Ты вот Я мыщу тебе За Лену На самом деле Ты ее застаешь Врасплох С контактами А я застаю тебя Врасплох Да Я могу пока Ты ищешь Я могу Давай Давай А нормально Да ты зачитать Окей Контактами Забываю Забываю Как это Штучка Слэш Слэш Радио 13 Да Ну и твиттер Друзья Твиттер Точке ком Слэш Радио 13 Нижнее Подчеркивание Ру А вот сейчас Вы могли Стать свидетелем Того Как некий Молодой человек По имени Андрей Вручил Елене Вот такого Тигру классного Тигра Знает подход к женщине Чертяка Такой Ух Ну что ж Давайте Слушать музыку И радоваться Вместе с Леной Подарку Ну что ж Друзья Мы продолжаем Тем временем На ночь Глядя Общаться Замечательной Спортсменкой Комсомолкой Как я уже говорил И про красавицу Забываю Он забывает Я буду просто Чередовать Комплименты В общем Елене Третьякова У нас в гостях На radio13.ru В компании Милой Мишиной И меня Антоша Бурнышева Кстати Мне пытались Сосватать тебя Лен Что? Сосватать Ленку Пытались Ну это было В видеочате И видеочат Быстро так Убежал от меня Не помню кто Но кто-то хотел Вот Написали Ведущий Мы хотим Сосватать тебе Нашу Ленку Она классная Мы подумаем Ну да Мы размышляем Там просто еще Игорь Скриптун у нас Помните В начале эфира Молодой человек Претендовал На руку и сердце А вот Так Поехали дальше Лен Какой у тебя Самый яркий момент В жизни Вот Который больше всего Запомнился Видимо Ну такой прям Чтобы самый яркий Момент в жизни Наверное Их Много Ну Один какой-нибудь Не только наверное Ярких Хороших моментов В жизни Таких Что не каждый день Происходит По эмоциям Какие-то моменты Я не знаю Много наверное Это и эмоции На концерте То есть не каждый день Ты это испытываешь Все равно Это Наверное Когда я побывала В Аргентине Вообще Хрен знает где По-хорошему Лететь 18 часов Мы туда летели 18 часов Офигеть Да То есть вообще Другое измерение Ни за что не полетел Тоже свои эмоции Да Какие-то другие Потом я не знаю Ну есть моменты Такие да Вот еще вопросик Такой Лен Тебе запомнился Твой первый выход На сцену Опиши вот именно Эмоции Какие ты испытывала Выходя в первый раз Вообще В первый раз В своей жизни На сцену Ну наверное Первый раз Я вышла на сцену Даже не То есть очень давно Это наверное было в школе Потому что я любила выступать Я любила участвовать Во всяких Спектаклях Я даже не помню эмоции Я помню Какой-то рэп читала В школе В школе В школе Кстати помню Кого-кого? Песня осень У меня был одет Капюшон Такой Я взяла у брата Балахон На четыре раза Мира больше чем я И читала рэп В общем Круто А вот вопрос О сериальном прошлом Твоем Да Задает Ольга Васик Или Васик К сожалению Если неправильно Поиздаешь вашу фамилию Ольга Простите Лена Привет Вопрос о сериальном прошлом Ты сама переживала За судьбу Своей героини Как оцениваешь Свою работу в сериале Вообще, если сравнивать Сериала было 4 сезона Если я ничего не путаю То я, например, когда смотрю сейчас В интернете натыкаюсь на серии Первого сезона Я не могу на это смотреть Это ужасно, господи Я такая там Такая маленькая, такая смешная С таким каким-то непонятным шухером на голове Говорю как-то очень не в попад В общем, у меня много к себе Аж, ну, как бы Не нравится мне в первом сезоне А третий сезон, четвертый Уже, ну, ничего Можно смотреть Мне всегда не нравится что-то в себе Ну, это, по-моему, нормально Мне кажется, каждый человек на подсознательном уровне Ищет в себе какие-то Да, мне кажется, если думать о том Что, а, нифига, какая классная Да, это уже звездная болезнь, друзья Так, так, так Лена, когда ты последний раз Получала цветы И пауза в эфире А, цветы? А, последний раз это было 23-го Сейчас какой месяц? Слушай, апрель Да, 23-го марта Потому что, знаете, мне Один человек Я его не видела никогда в глаза Не знаю, молодой человек это или девушка Каждый раз 23-го числа Каждый месяц присылает букет цветов Ну, это, видимо, отсылается на 8-е марта На почту России Не, мне именно вот Каждый 23-е число Каждый месяц мне приходит букет цветов Клево Какую героиню хотела бы сыграть? Даже не думала об этом Общий вопрос Ну, честно, хочется что-то потяжелее То есть, подраматичнее Ну, то есть, что-то непростое Не хочется играть Ну, вот я, например, в одном клипе, да Вот нашем Играла психбальную Очень даже неплохо получилось Я тоже люблю играть психбальную Вообще Это мои легендные вещи Я думаю, что-нибудь другое Это уже эксперименты Это круто Готово вообще к любым экспериментам Друзья, предлагайте Предлагайте, собственно Роли Роли Но я не буду порной актрисой никогда Главное, это вовремя уточнить Да, а то сейчас точно Наши пытливые умы Тут что-нибудь выдадут нам Так Слушайте, нам пришла тут смс-очка И что нам написали Леночка, ты замечательный У тебя обязательно все сложится отлично Ты этого заслуживаешь Ирина Соломатина, Воронеж Спасибо Мне тоже важно, чтобы Меня верили поклонники Это тоже самое главное Спасибо Вот, кстати, вопрос Лена, шпионку хотела бы сыграть? Да Мне кажется, очень грузово Хорошая идея Шпионку? О, из пистолетов Из-за угла Где-то за кем-то следить Посмотрю Да, слушай, клево Клево, клево, клево Так, вопрос, вопрос, вопрос Лен, ты считаешь себя романтиком? Да Я вообще Люблю что-нибудь такое придумать Романтичное Романтичное Ну что? А? Людочка Ты хочешь перерывчик? Да, давайте, сделаем музыкальный перерывчик Подготовимся к следующему сюрпризику И выдадим им очень поджогу в эфир А, я тебя понимаю Ну давайте Да, действительно, утро со звуком разбурят всех Ну, а что с моим голосом? Слушай, выкинь свой голос Да, мы не дадим заснуть Вот Да, у меня есть сюрприз Да? Да Алло Давай, давай в эфир сюрприз Да Алло Давай сюрприз Кто это там таким неуверенным голоском говорит? Алло Это я, это Ленина фанатка Я самая большая Ленина фанатка на фете Меня зовут Аня Руднева Я самая самая большая Ленина фанатка, правда? Привет, Аня Здравствуйте, да, здравствуйте, Радио 13 Здравствуйте, дорогие любимые мои ведущие Здравствуйте, Анна Здравствуйте Это взаимно Вам очень сложно дозвониться, если честно Вот Я потратила много денег с мобильного телефона Поэтому кто-то должен мне будет возместить Подумайте, пожалуйста Хорошо, я поговорю с Леной Я поговорю с Леной, Ань Может быть договоримся, может возместить Ты только с нее много не бери, а у нее много нет Правильно Хорошо Очень с удовольствием смотрю вас Слушаю вас Вот слушала несколько Лениных песен Вот Со мной даже мама смотрит Присоединилась, так сказать, к трансляции Мама кричит, Леночка, привет Да, тоже огромный привет Целуем, обнимаем Вообще очень рада, Лен, что ты вот С нашими друзьями здесь В этой замечательной студии Я сама там не раз была Надеюсь, еще не раз побываю Вот Хочу услышать еще песен Поэтому пора для нас еще чем-нибудь Да, у меня как раз Анют будет сюрприз сегодня для всех Потому что я сегодня Исполню, так сказать Свою собственно сочиненную песню Вот Поэтому Услышите? Отлично 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 Спасибо вам большое Вот Всех люблю, целую Я, наверное, мне пора отпуститься Я слишком много эфирного времени, по-моему, забираю Нет? Нет, нет, ничего Я здесь стеснялась уже немножко Не надо, не стесняйся У меня связки отдыхают Могу рассказать нам анекдоты Пока-пока Все, до скорых встреч, счастливо Пока-пока-пока-пока Ну вот, кстати, много вопросов было по поводу того, позвонить ли сегодня Аня в эфир Вот, друзья, Аня позвонила в эфир Мечты сбываются Мечты, да Мысли материальные Мы почти Газпром Молодец Ой, Лен, вопрос еще такого характера А ты с Абдуловым общаешься? Я не знаю, как, вот, что Ну, мы знакомы, знаем друг друга, так, чтобы общаться Нет Он живет своей жизнью, я живу своей жизнью У нас, мы хорошо общались на сериале Сериал закончился, поэтому общение, так сказать, закончилось Ну, в общем, мы знаем друг друга Если мы увидимся, конечно, мы поболтаем, пообщаемся Вот, все Я думаю, что Да Ответьте на вопрос Кстати, про кружечку, да, был вопрос Лен, там вода или кофе? Давай раскроем Это чай Раскроем все карты Мне тут делают вкусный чай Да Мы тут делаем вкусный чай Экспорт недорогой, друзья Вкусный чай на Радио 13 Так, ну, я вижу, что-то мигает у нас там в базе песен Что это может быть? Мигать? Что это может мигать? Это подложка Отлично Я просто к чему все это веду? Может быть А, ты хочешь песню послушать? Да Да Может быть Ну, хотел я послушать в Ленином исполнении песню Ладно, давай поставим сейчас в эфир песенку Какую, кстати, будем слушать? Лимбискет Лимбискет мы сейчас послушаем Да, вот Ленка поколбасится Я поколбашусь Людка поколбасится Да и все, кто находится в эфирке, поколбасится Ну и Друзья, потом мы уже вернемся к вам, наверное, все-таки с сюрпризом Да Ну и по многочисленным... Блин, да что ж такое-то? Не могу я выйти нормально сегодня в эфир Просто заикаюсь, заплетается язык Какая-то беда происходит, в общем-то Друзья, по большим вашим просьбам По большому количеству ваших просьб Просьб Ё-моё В общем, вы снова можете слышать Лену Ура, ура, ура Ура, ура Да, потому что все запереживали Музыка звучит Не надо нам музыку Дать нам Лену Даем Даем вам Лену в эфир У меня возник вопрос Да? Я читала у тебя в Твиттере Несколько постов Глубокой такой вот Психологии Да Увлекаешься? Но, да На самом деле я очень люблю читать Всякие вот такие психологические книжки Философию Вообще, честно, всегда раньше хотела стать психологом Вот с детства такая была мечта Но в один момент почему-то у меня поменялось желание Да, как бы Я не захотела быть психологом Потому что был такой печальный опыт Что есть знакомая Которая занимается психологией долгое время Много лет И у нее немножко с головой все стало не очень хорошо Мне кажется, она очень сильно запуталась в себе еще больше Вот Я просто не знаю Живу по принципам секрета Ну, то есть все это работает Если ты пытаешься как-то себя настраивать на хорошее Пытаешься помогать Не то что как бы, да, помогать А подсказывать людям, да Потому что действительно это Когда ты Весь в проблемах, да, в каких-то Нужно просто попытаться себя как-то настроить Но у многих людей не получается Это сделать У меня тоже не всегда Вот, поэтому как-то так Да, мне нравится психология Но главное, что ты проводишь работу над собой Да, да Кстати, есть такая фишка, что Ты можешь подсказать другим, а себе вот тяжелее всего Да, вот это, кстати, точно Мне бывает, когда вот у меня депрессии какие-нибудь Там бывают действительно То есть бац, я просыпаюсь и все У меня такие мысли жуткие в голове То есть какая-то депрессия, мне ничего не нравится Меня ничего не радует Ну, а я пытаюсь просто это переварить Посидеть денек в таком состоянии На следующий день вроде легче Вот, поэтому как-то так само проходит Вот еще есть такой вопрос Лена, какой странный поступок ты совершила в жизни? Настя Петрозаводск Странный Наверное, не было таких Ну, я не знаю Честно То есть каких-то странных поступков Не знаю Ну, вот самый, например, безбашенный поступок Не знаю Галышом бегала по Новому Арбату Вот не бегала Вот я, кстати, не из таких Я бегала Я стеснительна, что бегать Галышом по Арбату Ну, вот мне приходилось бегать, но в трусах, правда Все помнят жаркое лето со Смогом Да, когда было в Москве Вот и в один из вечеров мы сидели у друга Он живет на Новом Арбате Пошел дождь Нам было очень жарко И мы побежали в трусах бегать по Новому Арбату Под дождем Ну, для парня это не Галышом Ну, да, я и... Да, согласен В трусах, считай, одетый как бы Ну, да, согласен Так, вопрос следующий Лена, ты говорила, насколько я помню Пишет нам Кристина 8 марта ты не считаешь прям праздником Ну, а все-таки, что тебе подарили родные или поклонники? 8 марта, 8 марта Я даже не помню, что я делаю в это 8 марта Действительно, я считаю Ну, не считаю, что это какой-то там действительно праздник Да, а даже 23 февраля Я считаю, что это праздник действительно людей Которые служили и как-то относились, да, вот К службе, да, к армии, там, не знаю Обычных мальчиков, да, 14-летних Поздравлять 23 февраля, это глупо и бессмысленно, да Я так считаю И 8 марта тоже, ну, нет, ну, приятно Как бы международный женский день Я не помню, мне, может быть, кто-то что-то дарил Наверное, цветы кто-то подарил Не помню То есть, для меня это такой обычный день Пролетел так просто, прошел Да Следующий вопросик Подожди, я тут просто, я прости, что я тебе перебегаю Опять же, смс-ка на, да что, слушай, это передается Да, простите, заразно, да, когда заплитыкнущ Ну, потому что у меня все классно получается Контакты прямого эфира радио Да-да-да-да Дорогая Лена, мой сынок очень хочет сказать вам, что Вас любит и женится Он еще маленький, конечно А от себя желаю успехов и здоровья Света и Сергей Приятно, но смотря, насколько маленький Я, в принципе, смогу подождать Так, а вопрос-то, Лен В какой точке мира хотела бы побывать? Ой, честно, вот Аргентина, наверное, это та какая-то точка далекая В которой уже тогда не знаю Вот если бы я не была в Аргентине Наверное, я представила, что где-то там рядом с Аргентиной, да? Вот, поэтому, наверное, не знаю Я хочу, чтобы в жизни удалось попутешествовать вообще почти по всем странам Но это надо быть богатым человеком Что ко мне не относится Все впереди Друзья, небольшой анонс, возвращаемся и продолжаем общаться Тринадцать Радио Тринадцать Радио Тринадцать Отдел развития и продвижения Пиар Собака Радио Тринадцать Точка ру Тринадцать Радио Тринадцать Да Ну вот, да, да, сказала Мила Мишина Войдя, оборвавшись в эфир, друзья Мы вернулись Вот Все, говори, раз начала Слушай, я просто, меня так выбили из колеи, что я забыла Еще и заикаться начала Да, ну вот нам опять намекают на то, что кружка опять у Лены пустая Сейчас все исправим Сейчас Андрюха нам помогает Спасибо Спасибо Как смотри, слушай, прям мне нравится все Сегодня позитивный эфир Мы надрессировали парня наливать кофе, чай и кофе Ты действительно заикаться Все, давай Забирай его домой Слушай, у меня дома есть собака, зачем мне Андрей? Но он же лучше, лучше собаки Вспомнился мне тут господин Карлсон с малышом Лена, мы еще увидим тебя и услышим на Радио Тринадцать Хотелось бы, Татьяна Москва Ну вот, зависит от вас Я могу с уверенностью Да мы тебя хоть пропишем С уверенностью могу вам сказать, что увидите и услышите на Радио Тринадцать И, наверное, еще и не раз, кстати Я думаю, что Лена нам даст повод пригласить ее в очередной раз в эфир Вот Дали ему год Так Все, у меня, по-моему, подвисает мозг Но вы сейчас справимся с этим Давай Милана спрашивает Есть ли какой-нибудь идеал человека для тебя? Нет, я считаю, что идеальных людей вообще нет Это мое личное мнение Я просто считаю, что Ну вот как в отношениях, да Между девушкой, парнем, да То есть В любом случае у каждого есть свои минусы, свои плюсы, да Вот Иногда спрашивают вопрос Что для тебя, какой для тебя идеал мужчины, да Мне сложно ответить Просто он должен быть мой Ну так Ну это просто, да Как бы мой типаж, да Я не могу сказать, какой он должен быть, черненький, светленький Просто Если нравится человек, он нравится таким, какой он есть со своими минусами и плюсами Вот так вот Поэтому нет идеальных Нет идеальных Что ты любишь? Я так сейчас хлопнула по руке А мне нравится эта рука, подари Почему ты не любишь гречку? А ты не любишь гречку? Я не очень люблю гречку Я ее могу есть только тогда, когда мама сделает с поджарочкой там лычок и грибочки и все А так я гречку не люблю, не знаю Ну не люблю Не сложилось просто Да Отношения с гречкой вообще не сложились Так что гречка это не Что в моей голове вообще? Бардак Бардак Зато ты главный Я главный? Да, в своей голове Так, все, надо вернуться в эфир Слушай, я тебе предлагаю вот тут листик белый Нет, сейчас еще один вопросик А, давай Не могу понять, правда, суть Вот, давайте Лен, в этом году ты поедешь на рыбалку? С удовольствием Я надеюсь, что летом удастся вырваться на рыбалку Может с родителями, может с друзьями Но надо, надо Я очень люблю ловить рыбу Я помню, я помню, в детстве еще я с дедушкой там, с знакомой девочкой Мы каждое утро в 6 утра на озеро Ведро карасей Очень люблю, поэтому я думаю, что... Ведро карасей в озеро запускали, потом ловили, ловили Слушай, ну вообще вот прям, ты уникальная девушка Не многие любят рыбачить, честно Я видишь, как футбол, рыбалка, бильярд, машины Я обожаю, расслабо дворей Машины, скорость, да А мотоцикл? На машине А мотоцикл? Нет, вот это я считаю, что очень как бы так опасно А как ты вообще к экстремальным видам спорта относишься? Я, честно, ну мне страшненько Допустим, если бы предложили мне прыгнуть с парашютом Там, я не знаю Страшненько Страшненько, да, все-таки Да Но все равно это какое-то преодоление своего страха В этом что-то есть Может быть я когда-нибудь То есть вот этот сноуборд, это не для меня Ну вот, да Я тоже так думал Потом меня привели в секцию скалолазания Ну вот это тоже, кстати, скалолазание Это вообще У нас есть звоночек А ты дописывай пока свой этот вопросик Алло А, ну привет Привет Привет, Лена, как твои дела? Ой, привет, спасибо Еще раз Спасибо, говорю хорошо Пожалуйста У меня один вопрос к тебе Ну и, наверное, к твоим администраторам Когда откроется Лена Третьякова.ру Ой, на самом деле Хороший вопрос Это сайт Лена Третьякова.ру Мой официальный Он сейчас в разработке Поклонники Как бы давно ждут Открытия этого сайта Ну просто тогда Когда он только появился Его не разрешили открыть Это, к сожалению Вина не моя Вот Сейчас появилась такая возможность Его открыть Но прошло достаточно много времени И сайт немножко Так сказать Там зажили вирусы Поэтому Вот Его немножко сейчас Он в обработке И я думаю, что в ближайшее время Он выйдет Вот Откроется Вот Вот так вот Вот, да Мне понравилась фраза Зажили вирусы Это знаешь, что мне напомнило? Огонь кипит Вода Вода тоже есть Да, мы расскажем Тебе чуть попозже Прикол Потому что этот прикол Случился с Саней как раз С Рудневой Слушай, ну я тебе предлагаю Перейти к нашей заключительной Пишке Да Лен, я тебе уже говорил Что у нас есть следующая Подставочка такая небольшая Для всех гостей Ну и для тебя в принципе тоже Это Некий Блиц-опрос Абсолютно глупые вопросы Дурацкие вопросы Не имеющие никакого В принципе Логического там Смысла И не Соответственно мы ждем от тебя Таких же Дурацких каких-нибудь ответов Да, окей, хорошо Делаем все это быстро Буквально восемь вопросиков Да Если ты готова Начинаем Погнали Итак С чем нельзя кушать вкусняшку? С холодным Почему-то? Далее Кто такой глухинем? Глухой И немой Продолжи Сколько с волком не кормись Все равно Продолжаем продолжать Сколько в корень не зри Мне все-то мат приходит Не надо, да? Сколько в корень не зри Столько волком не кормись Отвечу за тебя Да Дальше С чем едят кракозяки? С шоколадом А для чего Сороконожки Сорокоручки? Нету У нее Продолжи Желательно в рифму Я выйду Лихо Из астрала И Чем попало? Короче И что попало И в голове там Что попало, да Ну и последний вопрос Мышиная возня Это как? Пипец Ну что ж Вот и все Отмучилась Как говорится Вот такие вот Вопросики Конечно вообще Так, Лен А ты в баскетбол играла Кракозяки Кракозяки Ты в баскетбол же играла Да Вы слышите звук Сейчас за кадром Это я сминаю бумажечку Просто у нас там Стоит корзина в углу Слабо попасть А я вижу корзины просто А ты можешь Привстать Посмотреть и корзины И бросить потом Та-да-да-дам 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 Завесили Ленку Микрофонами Просто Так Сейчас попробуй Давай По физике он должен Отскочить Да И туда попасть По физике Почти Почти Давно не играла Лена В баскетбол Особенно бумажками Вот Ну что же Друзья Прямо сейчас Эксклюзив Да? Я так понимаю Эксклюзив Очередная композиция От Лены Третьяковой Лен Расскажи Что ты сейчас будешь играть Что сейчас будешь петь Да Сейчас я исполню Собственно сочиненную песню Потому что Совсем Недавно Я начала сама писать песни Что меня очень Сильно радует Сейчас С чем мы тебя и поздравляем Да Спасибо И сейчас я исполню Одну из своих Песен Друзья Это прям Эксклюзивный эксклюзив Слушаем Ты Ничего не говори Или просто промолчи Сегодня я с тобой играю Мы На расстоянии руки Будем лететь как мотыльки Будем друг другу так близки Твои Твои слова Я знаю Меняю Без тебя До рассвета Скучаю Мечтаю Может ты Спросишь подсказку у судьбы Хочешь понять кто я и ты Ну зачем тебе все это Мы Знаем возможности любви Попробуй ее останови Когда не дышишь ты Твои слова Я знаю Меняю Без тебя До рассвета Скучаю Мечтаю Твои слова Я знаю Меняю Меняю Без тебя До рассвета Мечтаю Мечтаю Светаю Меняю Я знаю Скучаю Вот Аплодисменты Я слышу Где-то звучат Вот Примерно так Спасибо Если бы меня было больше И рук у меня было больше Я бы аплодировал в два раза громче Спасибо Клево Поздравляем тебя Действительно хорошая песня Как мне показалось Спасибо Все Лена выучила слова Спасибо 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 Ну что ж друзья Прямо сейчас небольшой анонс И к сожалению эфир наш не резиновый И после чего мы выйдем И будем с вами Потихонечку Прощаться Как бы прискорбно Это не звучало Спадки надо Спадки Слушайте на радио 13 Уже на радио 13 Среда общения Восстание Среда общения Версия 2.0 Любимое шоу в новом формате Представляем вам мы Вера Веес И Миша Кибер Шок Экшен Шок И экшен Среда общения Каждую среду В 20.00 На радио 13 Радио 13 Отдел развития И продвижения PR Собака Собака Радио 13 Буду на радио 13 Идти вперед Я хочу Чтобы Поклонники Были рядом Вот Я Надеюсь Что у меня все получится Я буду развиваться Тем более Что Это мое любимое дело Мне это нравится Вот Поэтому Я думаю Что Скоро Начнутся концерты Я обязательно Всех вас Всех своих поклонников Приглашу на какой-нибудь большой Свой сольный концерт Поэтому Счастья вам Улыбайтесь Живите Весна Влюбляйтесь И хорошего всем настроения Вот Вот И спокойной ночи Спокойной ночи Друзья Ну что ж Я Передам Слово еще одной девушке То есть Ты сегодня завершающая Я так понимаю Ну наверное Да Ну хорошо Программа Бурмешоу Выходит при поддержке Звукозаписывающей компании Асмедиа Асмедиа Это все что связано С записей звука И мультимедиа Запись песен Подбор И запись дикторов И актеров Озвучка фильмов Производство рекламы Озвучивание Ваших торжественных мероприятий Адрес сети интернет www.recording.ru Телефон в Москве 225-811-19 Код 495 Антош Ну и Я не поэт Скажу стихами Респект Что были вместе с нами Друзья Опа Все Всем пока Всех обнимашки Целовашки Парам-пам-пам Пока-пока Пока-пока